Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня в рамках этого видео мы с вами продолжаем распаковку бьюти боксов за май месяц. И сегодня нас с вами ожидают классическая розовенькая коробочка от Glossy Box и немного необычная красотка от Goody Box. Я напомню, что приблизительно уже месяца 3 или 4 они каждый месяц стараются менять оформление коробочек. Раньше у них всегда была черная коробочка и менялся только оттенок выдвижного ящичка. И это меня безумно радует, что они стараются хотя бы немного вносить какое-то разнообразие в оформление. Ну что, давайте с вами начинать скрывать и пожалуй начнем с красотки от Glossy Box. Тематика месяца мая у Glossy Box является City Glow. И нам с вами как обычно предоставили 3 спойлера, то есть 3 продукта, которые 100% будут в каждой коробочке. Если честно, цена этих красоток весьма радует. Один продукт стоит 20 евро, даже 28 евро. Второй продукт стоит в районе 20 евро. И третий продукт 16 евро. Вопрос в том, что же нам с вами еще здесь положили. А теперь мы с вами можем подробнее лицезреть наполнением. Сразу же можно достать масочку, потому что она закрывает весь обзор. И суммарно у нас с вами получается 6 продуктов, 3 из которых мы с вами знаем. Давайте сразу же и начинаем с тех продуктов, которые у нас с вами были в спойлере. В первую очередь это праймер под макияж от бренда Matte Mask, который должен с вами подблюривать поры, выравнивать немножко текстуру и при этом дополнительно матировать. Здесь 15 миллилитров продукта и этот праймер стоит 28 евро. Что в принципе весьма-весьма немало. Мы очень часто с вами находим этот бренд. Несколько раз находили маски для лица. Чаще всего это были очищающие маски. И они очень даже неплохие по качеству. Продукт неплохо распределяется. Но сказать, что это прям супер-супер выравнивающий праймер я не могу. Но слегка текстуру он должен выровнять. Единственное, что если тут силикона. Мне кажется да. Но написано из плюсов, что здесь нет отдушек. Силикона здесь есть в составе. Теоретически должен неплохо еще помогать держать тональную основу. Хотя вот суперявленной липкости я не чувствую. Как-нибудь с вами обязательно попробую. Следующий продукт, про который мы с вами знаем. Даже два продукта. И это оба декоративная косметика. В принципе как и праймеры. Под макияж у нас с вами тоже декоративная косметика. Итак, в первую очередь это лайнер для губ от бренда C.A.T. London. Этот лайнер стоит 19,95. Ничего себе. Неплохая цена для лайнера. Давайте сразу же протестируем насколько он мягкий. Не очень. Честно сказать, на мой взгляд он не стоит 20 евро. Потому что он достаточно твердый. И скорее всего будет плохо переноситься и цепляться за кожу. А цвет сам по себе неплохой. Это слегка приглушенный розовый оттенок. Очень похоже на достаточно гелевую текстуру. То есть теоретически он должен хорошо носиться и особо сильно быстро не убегать. Но мне не очень нравится то, что он супер твердый. И последний продукт у нас с вами от бренда The Balm. И это схожий продукт на люкс визаж. В общем это тинт. Тинт для губ полноразмер. Стоит 15,90. Ничего себе. Аж целых 16 евро. Вопрос в том, будет он сушить губы или нет. Потому что например тинт от люкс визаж. Который я вот взяла в пару специально. Потому что это были спойлеры. И я знала, что у нас с вами точно будет тинт для губ. Он мне сушит губы. Притом он очень сильно. А будет ли сушить The Balm? Вопрос хороший. Тоже как-нибудь с вами протестируем. Нет особо никакой одушки. Цвет неплохой. Достаточно нейтральненький. Пока вот такие вот впечатления. Надо пробовать. Все это надо пробовать. По консистенцию и по цвету. Они с люкс визаж чем-то похожи. Только люкс визаж будет яркая, насыщенная отдушка. У меня от люкс визаж оттенок 0,3. И они между собой чем-то даже похожи. Только мне кажется, что люкс визаж тинтует чуть-чуть посильнее, чем The Balm. Будем с вами пробовать в одном из будущих видео. Ну, теперь у меня розовый пальчик. Итак, что же у нас с вами осталось? Один, два полная размера. Где маска делась? Куда я делаю маску? Давайте сразу же про маску, собственно говоря, и поговорим. И малышка маска у нас с вами от бренда контора. Называется Yath Lab. И сделана она, конечно же, в Корее. И, как вы понимаете, практически все одноразовые маски, которые мы с вами находим, несмотря на то, что это европейские бренды, производятся в Корее. Стоимость этой красоты 6,90 евро. В принципе, более-менее адекватная цена. Но можно просто взять корейскую маску за евро 2 или 3 найти. Итак, а дальше у нас с вами две супер мини-версии и еще один полный размер. Это дезодорант от бренда, который называется Boro Talco. И Talco неспроста в названии, потому что дезодорант содержит тальк в составе. Стоимость этой красоты не очень высокая. 4 евро с копейками. Я находила 4,10 и находила 4,50. Я брала стоимость как 4,50, потому что на одном сайте, где я видела 4,10, вроде как бы этот продукт был на скидках. Здесь у нас с вами целых 150 миллилитров. Давайте попробуем его. Распределение очень хорошее. Супер мелкое. Пахнет достаточно приятно. Надо будет попробовать, как обычно попробую и расскажу вам подробнее. Плюс меня интересует, будет печатать на черную одежду или нет. Потому что я сейчас пользуюсь дезодорантом, который мы с вами находили тоже опять-таки в бьюти-боксах. И он печатает на черную одежду. И получается не очень хороший и не очень красивый эффект. И теперь давайте с вами переходить к мини-версиям. Вот прям супер мини-версиям. Пробничек от бренда Kiehl's. Это крем, который называется Ultra Facial Advanced Repair Barrier. Здесь 5 миллилитров. Как мы с вами понимаем, в таком виде продукт, конечно же, не продается. В полном размере 50 миллилитров. И он стоит 39 евро. То есть, теоретически, вот эта малышка на вскидку около 4 евро. Точнее, 3,9. В принципе, неплохо. Мы от бренда Kiehl's уже с вами как-то распаковывали бьюти-бокс. Я сейчас периодически пользуюсь теми или иными продуктами. Очень даже есть у них классные и интересные и крема, и сыворотки. И мы не так давно с вами обсуждали масло для снятия макияжа. Оно тоже было очень хорошее. Ну и последняя малышка. Это тоже супер мини-пробник. Супер мега даже пробник. Давайте сразу его понюкаем. Потому что это крем для тела. Поэтому можно сразу его попробовать. Распределяется неплохо. Он очень легкий. И при этом нету ощущения пленки на теле. Что это вообще за продукт такой? И малышка у нас с вами от бренда, который называется Cetaphil. Честно сказать, первый раз встречаю этот бренд. Видела его несколько раз в продаже. Но как-то руки не доходили взять его на пробу. Здесь у нас с вами только 30 миллилитров. Конечно же это пробник в минимальной версии, которую можно купить. 276 миллилитров. И она стоит полноразмер 12 евро. То есть вот эта малышка у нас с вами около евро. Может быть чуть-чуть побольше. В общем и целом, на мой взгляд, неплохая коробочка от Glossy Box в этот раз. У нас с вами 3, даже какие 3, 4, 5 полноразмеров. И 2 супер малышки. Но в принципе интересные малышки. И что меня больше всего радует, это то, что 3 продукта это декор. И для меня это важно. Мне кажется, это очень интересно. Что по стоимости у нас с вами получается? Больше 80 евро. Представьте себе, 8,50 практически. Это редкость. Чаще всего у нас с вами наполнение в районе 60-64 евро. Glossy Box в этом месяце определенно постарался. И давайте переходите к Goodie Box. Goodie Box нас с вами радует не очень хорошо упакованной коробочкой. К сожалению, здесь все убежало из шлестящей упаковки. С другой стороны можно ее сразу же выкинуть куда подальше. И здесь у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5 продуктов. Один из которых, даже два из которых, это декор. Что очень круто. Давайте начнем как раз с декора. В первую очередь это бальзам для губ от бренда Goosh. Здесь у нас еще дополнительно есть SPF 15. С по оттенке 0, 04. Давайте сразу же сделаем легкий сводчик. Оттенок нежнятинка. Классический, розовенький. Есть легкая душка, но она не сильно навязчивая. Липкий продукт. Вопрос в том, что будет у нас с вами на губах. Давайте я попробую сразу же нанести на губы. Теоретически я могу сегодня это позволить. И мы попробуем. Есть привкус. Слегка сладковатый какой-то. На губах идет, распределяется хорошо. Липкость все-таки есть и на губах, к сожалению. Ну ладно, почему бы и нет. Эта малышка от бренда Goosh стоит 12 евро. Неплохо так. И еще один элемент декоративной косметики. Это кисточка под номером 223 от бренда NERA. Теоретически ее можно использовать для того, чтобы наносить какие-то жидкие тени. Можно даже консилеры умудриться ею нанести. Это, судя по всему, синтетика. И эта красота стоит сколько? 8 евро. Неплохо, в принципе. Она очень мягкая. Это радует. И это приятно. При этом она не сильно набитая. Скорее всего, я буду ее использовать для консилера. Потому что, мне кажется, она должна быть в этом плане очень сильно удобной. И остались у нас с вами три продукта. С чего начнем? Давайте с самого большого. И тут у нас с вами кондиционер. Нет. Маска для волос от бренда Antonia Exque. Или AXQ. Без понятия. Впервые вижу этот бренд. Сделано в Швеции. Давайте понюхаем. Пахнет приятно. А учитывая то, что продукт не запаян. Я поэтому сразу же могу его и понюхать. Вот такие моменты я не очень сильно люблю. Сколько стоит эта маска? Простите. Чуть с ума не сошла. Потому что тут есть один продукт. Судя по всему, вот этот вот. Который стоит 54 евро. Я уж подумала, что маска для волос стоит 54 евро. Но нет. Она стоит 18 евро. Но тем не менее. Я считаю, что это не очень круто. Когда достаточно относительно дорогие бренды. Это не бюджет. Я считаю, что маска для волос за 18 евро. Это уже далеко не бюджет. И когда они нормально не запаивают продукты. Но это такое сегодня на самом деле. Но пахнет очень приятно и очень вкусно. Здесь у нас с вами 150 миллилитров. Круто. Здорово. Я продукты для волос очень сильно люблю. Они у меня расходятся на ура. Ну и давайте поговорим с вами про красоту за 54 евро. Это маска для лица. Насколько я уже понимаю. Да. Так и есть. Сделана во Франции. Подождите. Или все-таки Англия. Ты кто? Англия или Франция? Потому что здесь есть адрес в UK. И есть адрес в Евросоюзе. Здесь 45 миллилитров продукта. Давайте здесь посмотрим. Ну слава богу. Здесь хотя бы запайка есть. Хоть уже хорошо. Учитывая стоимость 54 евро. Мне интересно. Что за волшебство будет делать эта маска? Попробую расскажу. Ну и последний продукт на сегодня. От очень хорошего бренда. Но к сожалению, это красота мне не подойдет. Потому что это увлажняющий крем с неоценомидом. От бренда Versa. Здесь 15 миллилитров. Это travel формат. В таком виде можно купить продукт. И он стоит свыше 20 евро. 24? Нет. О, 29. 29. Очень сильно ошиблась. Все цены, которые я называю от Goodie Box. Продуктов от Goodie Box. Они как раз таки взяты на официальном сайте Goodie Box. То есть это та информация, которую нам с вами сам сайт предоставляет. Очень хорошая коробочка. Очень хорошее наполнение. У нас с вами есть и декоративные продукты. И уходовые продукты. У нас с вами есть и продукты для лица, и для волос. По-моему, вполне себе интересный наборчик. И говоря про суммарное наполнение. Учитывая то, что мы с вами нашли маску для лица за 54 евро. Получается 121 евро. И эта коробочка у нас с вами является самой выгодной в мае месяце. На втором месте у нас с вами будет Glossy Box. И на третьем месте у нас с вами будет Blissie. Говоря в принципе про наполнение всех коробочек, которые мы с вами вскрыли за май месяц. Мне понравились все. Да, меньше всего мне понравился My Little Box. Но там тоже есть свои прелести. И в принципе наполнение достаточно интересное. Особенно оформления меня родают. В принципе, как обычно. My Little Box всегда берет больше оформлением и идей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам коробочки этого месяца. И что понравилось больше. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня и солнечного настроения. Пока-пока.